Приветствую всех! Вы зашли на канал Заметки Механика. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Приятного просмотра и жду вас снова! Новый год уже близко. Нам вот подарки от Дедушки Мороза уже приходят. Парни из фирмы Деко прислали мне хороший подарок. Набор инструментов на 1,4 дюйма. В нем все необходимое. Он включает в себя множество самых популярных насадок. Трещотку, биты и удлинители. Такой наборчик будет полезен вам. Как в ремонте своего автомобиля, так и в быту. А вот второй кейс пригодится всем и всюду. Особенно в быту. Высверлить или открутить этому парню все под силу. Два аккумулятора в комплекте. И оснастка к нему. Удобный кейс для хранения. Малый вес шуруповерта. И правильная подсветка. Что немаловажно. Подсветка сделана под патроном. Малыш легкий. И очень удобный. Рекомендую вам инструмент Деко. Бюджетно и качественно. Ссылки будут в описании. Посмотрите себе подарок к Новому году. С наступающим всех. Ну а мы продолжаем. Ауди А4. Снова проблемы с блоком АБС. Отдавали в ремонт блок АБС. Электронную часть. Но скорее всего будет замена. Сейчас отправим заново. Тому кто ремонтировал. И какой вердикт он нам поставит. В принципе достать его не так уже и сложно. Электронную часть. Нужно снять бачок омывателя. Верхнюю часть. И 6 болтиков держит его. Единственный косяк. Внизу 2. Будет сложно выкрутить. Ну со сноровкой. Это все быстро делается. Олл Роуд решился на замену масла в коробке. Снял фильтр. Состояние тут не очень. Очень много примесей. Подставил корыто. Течет вода. Везде все течет. Магниты в принципе не очень много износа словили. Но масло состояние ужасное. Вымыл поддон. Обязательно вымываем магниты. И ставим все на место. Еще добавил роспись. Теперь устанавливаем все в обратном порядке. Еще меняем тормозные шланги. По правой стороне у нас закисла тормозная трубка. Пришлось вниз подать. И открутить шланг с трубки. Так здесь поменял. Еще намучился с выемкой штуцеров на шлангах. Так как штатные штуцера идут на завальцованном одном кольце. Вот вставляется шланг. И вот это кольцо развальцовывается потом. И чтобы его достать, нужно много времени потратить. Состояние шлангов у нас вот такое. Главное перебитое в одном месте. Расслоение идет верхнего слоя. Так, а это у нас тормозные диски, которые стояли сзади у нас. Человек хочет поменять на бушные. Но есть одна проблема. У тех дисков, которые он купил, вылет немного больше. Вот справа диск, который стоял. А слева диск, который он купил. И получается, они не становятся. Вылет диска больше. И он цепляет за скобу суппорта. Вот так. Поэтому собираем все обратно. Масло в коробке поменял. Уровень выставил, все прогрел, все отлично. Так. Позаду у нас стоят новые тормозные шланги. Новые колодки. Диски старые. Это мы не лезем пока. Это будем устранять потом. Так, здесь тоже тормозной шланг. Новый. Так, полез менять я топливный фильтр. Блин, надо открутить его. Ну тут парни поставили огромный-огромный болт. Вот зачем так делать было. Который уперся в тормозную трубку. Придется сейчас выкручивать. Достал я старый фильтр. Дело в том, что на нем нету бортика, как на новом. Его можно вытянуть. Гайка тут квадратная, штатная. Ноутбол длинный. Хотя бы помазали. Ой, блин, геморрой мне сделали. Ну, сейчас будем пробовать побеждать. Вот зачем так было делать, не пойму вообще. Зачем такой длинный болт вставлять? Можно же маленький. Что нет? Было бы еще больше. Наверное, еще больше поставили. В кузов бы уперся. Блин, я этого не понимаю, честно. Сейчас поставлю туда пластиковую закладную под саморез. И будет, блин, отлично все. Еще один хочу фокус показать. На вид топливо выходило с топливного фильтра чистое. Но стоит его постучать, как мы увидим грязное топливо. Вот сейчас я вам продемонстрирую это. Вот. Вот вам и топливо. Подразобрал немножко дверь. Достал стекло. Буду менять ремкомплект тросов стеклоподъемника. Честно, первый раз такую работу буду делать. Обычно меняю в сборе. Вместе с рамкой. Ну, как говорится, глаза боятся, руки делают. Поэтому сейчас будем менять. Тут уже парни выкручивались, как могли. Ставили вот такой крепеж на крепление стекла. Поставим оригинальный. С этим проблем у нас нет. Ну что, погнали делать. Совсем забыл показать, почему меняем. Потому что тросик разломатился. Обнаружился маленький нюанс. Сердцевина не та. Вот у нас в ремкомплекте зеленая. Это, скорее всего, правая сторона. А у нас в желтая. Троса заходят по-другому. Если здесь трос заходит в желтый, как положено, и вниз пошел, то тут в другую сторону. Поэтому эту часть я не поставлю. А эта съеденная. Да уж. Сейчас буду изобретать велосипед. С нашей задней правой рамки снял сердцевину. Намотал. Все стало. Оно один в один. Только заднее правое. Получается, они крест-накрест одинаковые. Вот так вот. Буду теперь узнать. Сейчас соберем все обратно и попробуем, как оно работает. Закрепил рамку. Поставил мотор. Пробуем. Едет. И вниз. Вниз пободрее. Вот. Все работает. Только скажу я вам, товарищи, такая хрень этот ремкомплект. Легче рамку в сборе поменять. И по времени, и по деньгам будет дешевле. С Ц5. Вот с такого кузова выплетали тут с Егоркой косу партроника. Вот так вот это змеиное логово выглядит. Это передние и задние партроники со всеми фишками, с блоком управления партроником, с пищалками, ну и с кнопкой партроника. Даже такую штуку можем продать. Если заинтересует, обращайтесь. Все везде распиновано, все везде подписано, где куда идет. Даже самостоятельно можно установить. Вот такую игрушку нам новую привезли. Нужно настроить карбюратор. Почему-то он выделывается. И сделать обкатку по методу Матвеева. Ну а теперь, конечно же, бережная и аккуратная. Обычно коты садятся на больное место, да? Ну, вроде питбайк новый у нас. БСЕ 125 кубов Китай. Ну, хотя сделан на первый взгляд нормально. Вроде качественно собранный. Привезли нам уже его собранный полностью. Не в коробке. Единственное, надо вот эти трубки эти все зафиксировать. Или снять их вообще. Вот ты дальше будешь сидеть, да? А тем, кто придумал засунуть регулировку качества смеси вот в эту часть карбюратора вот сюда есть отдельное место. Ну, вы знаете, где, да? Так пройдет обкатку и будет обслуживаться постоянно у нас. Вилка-перевертыш. В принципе, стандарт сейчас на всех питбайках. Сделана ножка тормозная. Уже более-менее качественно. Впрессован даже подшипник. Прикольный аппарат. Надо будет еще тест-драйв на нем сделать. Фильтр-бокс стоит уже. Еще стоит датчик моточасов. Мы уже немножко тут поездили. Еще весь в защитных пленках. Никто не снимал. Красота. Банка такая, конечно, детская. Уже брызговичок стоит. Ну, короче, Китай растет. Китайское качество уже растет. Вперед, не бойся! Вроде нас ждет героя! И две бочки топлива в придачу. А8 лонг. Без мотора. Парни еще оставили тут ключик. Мотора нет. Морда разобранная. Вот такая машина пришла на ремонт. А где же мотор? Где же вы думаете мотор этого автомобиля? А я вам сейчас расскажу. мотор этого автомобиля лежит в багажнике. Так что после нового года будет контент подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Хочу поделиться одним секретом. Вот ключ у нас от олроуда. У него есть проблема. здесь сломалась защелка и он раскладывается. Я уже почти собрал. Чтобы разобрать этот ключ, нужно защелку отодвинуть. Вынимаем электронную часть и остается у нас само полотно замка. Чтобы его разобрать дальше, не надо ломать, ничего поддевать. Просто нужно поддеть аккуратно значок ауди. И под ним мы увидим болтик. выкрутив его разбирается все. Вот такой вот секрет. Думаю будет полезным. Теперь у человека не будет разбираться ключ. То я вставил замок зажигал. Начал доставать он разобрался. Хотим поздравить всех с наступающим новым годом. Котейка тоже привет всем передает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА